Всем привет! Про NFT-игры сейчас не говорит только ленивый, а я не ленивая, поэтому решила объяснить принцип работы одной из этих игр. А то хайп хайпом, а как это вообще работает, никто толком не знает и не понимает. В марте этого года вышел новый проект Step N. Это мобильное фитнес-приложение с элементами игры. Суть какая? Вы покупаете NFT-кроссовки, а игра платит вам за пробежку или прогулку. Имейте в виду, кроссовки не настоящие. Посылку можете не ждать. Вы же в играх хоть раз покупали себе что-нибудь? Ну там волшебные плащи, магические мечи, коров на ферму в конце концов. Ну вот это все, чтобы стать самым крутым в виртуальном мире и собрать урожай быстрее соседа. Здесь точно так же. Купил кроссовки, бегаешь себе по делам, а тебе за это денежки в карман капают. И не виртуальные, а прям настоящие. Итак, что нужно делать? Во-первых, конечно, загрузить приложение и зарегистрироваться. Во-вторых, закинуть токен Solana, это такая крипта в кошелек Step N, и выбрать себе пару NFT-кроссовок. Начальная цена от 9 токенов Solana. По текущему курсу это около 1000 долларов. Не дешево, согласно, для виртуальных сапогов-скороходов. Ну и в-третьих, подождать 24 часа. За это время энергия накопится и можно бежать. И обязательно бежать нужно с GPS, иначе ничего не накапает и окажется, что потели вы зря. Сколько платят? С базовой моделью кроссовок примерно по 40 долларов в день. Более навороченные NFT дают около 85 долларов за пробежку. Чтобы заработать больше денег, кроссовки можно прокачать. А иногда они рвутся. То есть ничего земное им не чуждо. И починить их, ясное дело, бесплатно не выйдет. Бежать до умопомрачения, чтобы заработать все деньги сразу, у вас тоже не получится. Потому что есть лимит энергии. Тут тоже все продумано. Чем больше у вас пар кроссовок, тем больше единиц энергии, тем быстрее можно заработать. Деньги делают деньги. Ну прям как в жизни, да? Игра платит своей внутренней валютой Step-in GST. Затем ее можно конвертировать в фиат. Ну, по сути, земные деньги уже. Одна монета примерно 4 доллара. Внутри игры есть калькулятор, где можно все подсчитать. Окупаемость одной пары кроссовок, ну, 2-3 месяца. А потом вперед к заработкам. Самое интересное, кроссовки можно разводить или скрещивать между собой. И у них родится малыш. Новая пара кроссовок, это так мило. Причем есть шанс даже получить, знаете что? Двойню. Прямо все, как у людей. У всей этой истории есть свои риски и подводные камни. Первое, это хайп. Самый настоящий. И пока он есть, игра живет. Приходят новые игроки, приносят деньги, покупают кроссовки, спаривают их. Второе, чтобы принять участие, нужно обязательно что-то купить. Кроссовки, зверюшки, плащи и волшебные палки стоят совсем недешево. И вообще не дают гарантии, что вы заработаете или отобьете свое. Третье, со временем игра становится сложнее. И новым игрокам все труднее зарабатывать. Бесплатный сыр, как мы знаем, только в мышеловке. Четвертое, такие игры долго не живут. Здесь работает принцип пирамиды. Кто первый встал, того и тапки. В нашем случае кроссовки. Пятое, проекты с NFT нужно уметь отбирать среди кучи скама. То есть мошеннических схем. Есть проекты-долгожители, такие как Axie Infinity, которые кормят своих игроков уже около года. Но таких очень мало. И нужно понимать, что год это прям много. Надеюсь, это видео было для вас полезным. А хотите, разберу эту тему подробно с капитализацией и обеспечением проекта. Может, не такая уж и пирамида этот степын? Тогда подписывайтесь на мой канал Лана Инвест. Ставьте лайк и оставляйте комментарий. Всем пока!